Иван Франко — это моя любовь со школьных лет. Так же, как у большинства профессионального человечества, начались мои симпатии к нему со стихотворения Каменера, которую я по сей день считаю классикой высокого уровня. Я считаю, что это стихотворение не уступает стихам Пушкина, Блока, Лервонтова, ну, самой высокой меры. И мне дорого в Каменерах то, что там не просто прославление стойкости, мужества, которых сколько угодно во всяких проведениях революционеров, а там некое проникновение в психологию. Мы зналицы, и в нас не раз душа болела. И сердце рвалось, и груды жаль стыскав. Вот такое они часто писали, прославляя стойкость революционеров. Ну вот, как литературовед я Франко никогда не занимался. И эта книга – это первое, что я о нём написал. Но когда я 2-го или 3-го, 2-го, по-моему, января позапрошлого года вообще придумал для себя эту тему, я не представлял себе ни объёма работы, которая мне предстоит, ни сложности её, ни самое главное, насколько масштабными могут оказаться её результаты, потому что стихийно так произошло, что значение этих результатов превосходит то, что связано с именем и творчеством Франко. меня давно интересует континент, который называется «Писательская критика». Все мы знаем, что очень многие писатели выступали как критики. Почти все. Ну, исключение, там, Лермонтов, Тютчев. А, в общем, хоть что-нибудь, хоть сколько-нибудь. И Борозаинский написал, и всё другие. Но мне неизвестен писатель, ни украинский, ни русский, ни иностранный, у которого его критика соперничала бы по объёму со всем остальным художественным наследием. Я не побоюсь утверждать, что критика Франко превосходит по объёму всё его творчество – поэта, прозаика, драматурга и так далее. Это не сразу видно, потому что в его 50-томном собрании сочинений литературно-критические работы начинаются с 26-го тома. Но в действительности, в этих томах, предыдущих 25-ти, огромные, так сказать, включения или пласты литературной критики. Например, он имел обыкновение сопровождать свои переводы обширными такими введениями, рассказами о данном авторе. А переводы печатаются там, в этой первой части, в те художественные произведения. И вот не среди критики, а вот там, среди художественных произведений, оказалась его книга о Данте. Ну, небольшая книга, но всё-таки страница там 250 примерно. И книга о Пушкине тоже там при переводах. И поэтому, если подойти честно, а я ведь, для меня это было главное, это был мой хлеб, я увидел, что Франко уникален вот по тому вкладу, который он внёс в массив писательской критики. Писательская критика – это совершенно особое естество, потому что, когда писатель становится критиком, пишет статьи, то он работает совсем не так, как профессиональные критики. Профессиональный критик Белинский только и думал о том, раскритиковать такое-то произведение, показать его место в литературе своей эпохи и так далее. То есть он подходил правильно, на самом деле. А писатель, критик, когда он выступает с критическими мнениями, он в первую очередь отстаивает своё эстетическое кредо. Он не говорит об этом прямо, но на самом деле он провозглашает теоретически те принципы, которые он реализует в своём художественном творчестве. Мне также нравится то, что Франко был, как литературный критик, противником пульта личности. Как известно, в русской критике очень распространены такие формулы, как Пушкин – наше всё, Пушкин – начало всех начал и так далее. Шевченко занимает в украинской литературе примерно такое же место, как Пушкин в русской. И Франко это показал больше, чем кто бы то ни было другой. Ни один украинский критик или писатель-критик не внёс такого вклада в изучение Шевченко, какой внёс Франко. И тем не менее Франко говорит, для нас Кобзарь – это не Коран. Мы знаем, что великий наш поэт был человек, он мог ошибаться, и он ошибался. И это не теория, а первую свою работу о Шевченко, посвящённую Гайдамакам, по имени Шевченко Гайдамак, он же разнёс Гайдамаков пух и прах. Он задался вопросами, это писалось в ответ, в полемику с критиком Магановским, одним из идеологов националистического направления. в критике. Он зарывался вопросами. Можно ли считать Гайдамаков историческим произведением? И подводил к тому, что нет. Можно ли считать его совершенным в эстетическом отношении? И опять говорил, что нет. Ну, а наша родная советская литературоведня, она уж очень не любила, когда один хороший и о другом хорошем не так отзывается, как ему нравится. Поэтому вот эта первая статья, очень большая, несколько десятков страниц она занимает, она как бы предавалась забвению. Она не попала в пятидесятомник, и только уже после советской власти, падения советской власти, вышли пять дополнительных томов, из них два тома были литературные и литературные. Вот там это было перепечатано. При этом совершенно спекулятивно делали-видели, изображали дело так, что Франко чуть ли не отрекся от этой статьи, что это был какой-то там грех молодости. Он написал тогда не только о гайдамахах, но также о поэмах «Сонный Кавказ». И то, что он написал о поэмах «Сонный Кавказ», это было положительное. Он перепечатал к столетию со дня рождения Шевченко в 1914 году. Ну, понятно, в юбилейный год, в честь юбилея, но мог ли он перепечатывать то, что он написал когда-то о гайдамахах, но то, что он перепечатал только хвалебные статьи Шевченко, а гайдамах отставил, это совсем не значит, что он отрекался от этого. И я это доказываю. Я беру самые авторитетные литературно-критические работы Франго, то, что он писал для словаря Брагауса и Франа, для других вот таких изданий. он повторяет там по сути, ну, гайдамах там написали 40 страниц, а здесь полстраниц, но суть оценки отрицательная, именно по тем двум пунктам, которые я назвал, она сохраняется. Ну, что еще? Как принята эта работа и специалистами, читателями? Ну, что я скажу? В печати пока появилась только одна лицензия, и появилась она в Канаде. Сначала сокращенную ее версию напечатала газета Vancouver Express, но это, как бы сказать, это вечерняя газета небольшого города, а потом расширенную версию поместил, простите, поместила общеканадское издание, которое называется Запад-Восток, выходящее в Денвере. Ну, и мне прислали снимки того и другого. Что же касается высказываний устных, писем, которые я получал, то я могу сказать так. Отзывов относительно немного. Книга еще не получила такого широкого распространения и о каком-то ну, массовом, что ли, признании ее говорить не приходится. Но среди тех отзывов, которые я получил, есть отзывы с самого верха, то есть самых авторитетных, самых, ну, как бы сказать, неоспоримых авторов, к которым я причисляю. Директора института Франко, входящего в состав Львовского университета, член-корреспондента Академии наук Нахлика и заведующего отделом украинской классической литературы Института Шевченко Бондаря Андрея Пантелей Ивановича. Вот ну от просто докторов, специалистов украинской литературы там таких, как Козлик, Аляндр там ну таких, конечно, побольше. Но по своему положению в науке они, конечно, не могут соперничать с теми двумя фигурами которые я назвал. Ну я считаю, что последнее слово еще не сказано и книга читается и еще будут и отзывы и рецензии. Ну пять или шесть человек сообщили мне, что они собираются писать рецензии. Причем вышеупомянутый Бондарь будет писать рецензию в главный литературоведческий журнал страны слово и час. И можно не сомневаться, что все, что напишем, там будет исправно напечатано. потому что это как бы голос начальства. Он мне написал, что хотя он сейчас очень занят подготовкой шестого тома истории украинской литературы, он отвлечется от этого занятия для того, чтобы писать эту рецензию. может быть, она уже и написана. Потому что прошло месяца полтора, не меньше с тех пор, как я получил эту письмо. так что я могу быть в какой-то степени удовлетворен. Несмотря на то, что каждый из нас плохой судья своим собственным работам, но я все-таки смею думать что я в состоянии оценить, оценивать свои работы и веки. Я понимаю, что есть более слабые, более сильные и так далее. А в этой книге есть достоинства, которые определили не ее автором, а ее материалом. если изучать писательскую критику как континент, как особый такой вид литературы, то такого второго писателя, как Франко, нет. И я сам считаю, что главная моя заслуга состоит не в том, как и что я написал об этом, а то, что я увидел особость, неповторимость этого материала. Неповторимость не в украинской литературе, я подчеркиваю, а в мировой. И в русской литературе нет такого. сколько Пушкин написал там, 16-го, 20-го, а вот в одной книжечке Пушкина литература и искусств собрано все, включая отрывки из песен, подобрали уж, как только могли, а больше не получилось. А у Грибоедова одна статья, литературно-кредитическое и это типично. Ну, ты доволен. Может быть, вы расскажете, сколько вы времени писали эту книгу, какие там были сложности? Ну, откровенно говоря, когда я ее писал, я думал, что я ее никогда не закончу, потому что море материала. Материал распылен. То есть нужно было из томов франков вытягивать из каждого случая то, что есть. А я, дурак, к тому времени и не знал, что я могу все это иметь дома. С этим собранием сочинений пятидесятом работал в библиотеке, ходил туда всю прошлую зиму. Кроме того, была такая специфическая трудность, как язык франков. Он писал ведь не на языке Шевченко, не на языке тюбинского, а на галицийском наречии, которое богато было такими словами, которых нет ни в одном украинско-русском словаре. И хотя я пользовался семидомным, самым, уж обширным изданием такого рода, все равно осталось некоторое количество слов, в отношении которых я консультировался со специалистами, и в конце концов они переводились с учетом контекста. Были случаи, когда я писал ну, так сказать, мой или наш перевод, а в скобках это слово так, как оно Франко. Я не исключаю того, что среди вот этих слов неизрегистрированных ни в каких словарях были просто не логизмы Франко. Таким, например, было слово мастерверк. Ну, я его переводил как шедевр. Но я вполне допускаю, что это некая калькаст немецкого. Франко великолепно владел немецким языком, он переводил стихами немецких поэтов, и мало того, он переводил стихами на немецкий. Все-таки он как-никак был гражданином устро-Венгрии. Вплоть даже до того момента, того времени, когда устро-Венгрии и Россия воевали. И он и умер во время этой войны в 16-м году. Но это я просто привожу как пример. Если меня не изменяет память, я даже кое-где повторяю этот мастер-верк. Ну, такие случаи были. Просто это очень важное для него слово. И он это употреблял, ну, как бы сказать, излагая свои программные взгляды. он писал «Я не сочиняю мастер-верков. Я откликаюсь на... Я своими словами излагаю цитату. Смысл ее такой. Я не стремлюсь создавать шедевры, а я стремлюсь откликаться на то, что нужно читателю». Он писал при этом, что он презирает Флабера, который способен несколько лет писать один роман, вылизывая каждое слово, в то время как нужно быстро, какими-то словами писать то, чего читатель ждет. И противопоставлял Флаберу Золя, который с его точки зрения, вот, он писал быстрее и больше, потому, что он не гнался за отделкой, за красотой слова, а за откликом на актуальные вопросы. Кстати, сказать, отношение Франко Бог Золя – это самостоятельный вопрос, достаточно интересный, но хотя он, может быть, не магистрального значения, но когда Франко начинал, то Золя был для него полубог. И он совершенно прямо писал, что Золя – первый писатель в мировой литературе, ставил выше всех во всех литературах. И он Золя написал много, и много содействовал переводам Золя на украинский язык, А в последние годы, я имею в виду не совсем последние, но по крайней мере вторая была в 90-х, начало 900-х годов, у него появились критические отзывы Золя. И с моей точки зрения это было элементом общего изменения в его системе ценностей. Я в этой книге провожу мысль, которую я ни у кого не видел. Я не могу поручиться, что где-то кто-то это как-то не сказал. Но тем менее, мне кажется, что я это говорю первым. В первой половине творческого пути Франко примерно до середины 90-х годов он многократно говорил главное в литературе это отражение действительности. Причем Франкович был человеком очень категоричным, открытым. Совершенно у него никогда не было склонности к тому, чтобы что-то смягчать, вуалировать, оговорки какие-то смягчающие делать. Он резал то, что ему нравилось, совершенно безжалостно. Вот он писал рецензию на роман Микола Джерри. Для меня это не художественное произведение, для меня это отражение жизни украинского христианства тогда-то и тогда-то. Подай ему действительность, и это для него было главное. И этим его привлекал Золя. Вот Жерминаль, вот Нана. Вот в каждом произведении кусок живой кровоточащей действительности. И вот в середине 90-х годов он меняет свои приоритеты в системе ценностей и говорит, что главное произведение это душа художника. Он должен отражать то, что у него в душе. И так же, как он был безжалостен и можно сказать односторонен в том, так он стал теперь убежден и односторонен в этом. Я все это могу говорить уверенно, потому что я это показал на большом материале статей, рецепт и так далее. И ну я начал Золя вот с этим была связана эволюция его в отношении Золя. Во-первых, Золя стал его меньше интересовать и он уже перестал так много о нем писать. А потом он просто ну как бы порогивал его и не удовлетворял и он, когда он говорил, что что это такое, там такой-то роман, это прямо статистика какая-то и все. Это он, который говорил, что литература это наука, она должна научно-достоверные факты излагать и так далее. а теперь бросает камнем в Золя за то, что Золя делает сегодня то, что он отстаивал позавчера. Будет ли эта тематика у вас иметь продолжение на украинском материале? Будет ли какая-нибудь у вас разработка о литературной критике, допустим, лессе украинки? Ну, я не знаю, у меня каких-то конкретных планов нет. Несколько человек со мной заговаривали о том, чтобы эту книгу переиздать, перевести на украинский язык. Я был в этих разговорах служителем. Я никак не высказывал этого и не нет у меня какого-то к этому определенного отношения. Но я обратил внимание на то, что Нахлик одобрил эту книгу именно за то, что она на русском языке. Он сказал примерно то же самое, что сказал ленинградец Егоров, что в России плохо знают Франков, и вот как хорошо, что есть книга, которую может причесть русский читатель. лист ленинградец ленинградец